Рабочая крестьянская Красная Армия, формирование РСФСР в 1918-1922 годах и сухопутные вооруженные силы СССР в 1922-1946 годах. Употребляемые синонимы – Красная Армия, официальные наименования видов вооруженных сил, сухопутных войск и военно-воздушного флота, которые вместе с МСРККА, войсками НКВД СССР составляли вооруженные силы РСФСР СССР с 10 февраля 1918 года по 25 февраля 1946 года. Днем создания РККА принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряда РККА, создаваемый согласно декрету СНК РСФСР Рабочей крестьянской Красной Армии, подписанному 15 января 1918 года. История Красной Армии. 15 января 1918 года был опубликован декрет СНК РСФСР Рабочей крестьянской Красной Армии. В нем говорилось, 10 января 1918 года в Харькове был подписан документ о формировании червонного казачества во главе с В.М. Примаковым, которое вскоре вошло в состав Красной Армии. 23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности», а также воззвание военного главнокомандующего Н.В. Крыленко, которое заканчивалось словами органа управления. Верховным руководящим органом рабочей крестьянской Красной Армии был Совет народных комиссаров РСФСР. Руководство и управление армией было сосредоточено в Народном комиссариате по военным делам, в созданной при нем особой Всероссийской коллегии. С 1923 года Совет труда и обороны СССР, с 1937 года Комитет обороны при СНК и СССР, в 1919-1934 годах непосредственное руководство войсками осуществлял Революционный военный совет. В 1934 году на смену ему образован Народный комиссариат обороны СССР. В условиях начала Великой Отечественной войны 23 июня 1941 года образована ставка Верховного командования. С 25 февраля 1946 года до распада СССР управление вооруженными силами осуществляло Министерство обороны СССР органы военного управления. Непосредственное руководство РКК проводится Революционным военным советом РСФСР, во главе которого стоял Народный комиссар по военным и морским делам и председатель РВС «Наркомат по военным и морским делам». Комитет в составе 26 октября 1917 года Антонов Овсеенко Владимир Александрович 26 октября 1917 года Крыленко Николай Васильевич. 26 октября 1917 года 18 марта 1918 года Дыбенко Павел Ефимович Народные комиссары по военным и морским делам. Ноябрь 1917 март 1918 под войске Николай Ильич. 8 апреля 1918 года 26 января 1925 года Троцкий Лев Давидович. Центральный аппарат РКК состоит из следующих основных органов – штаб РКК, а с 1921 года Генеральный штаб РКК, Главное управление РКК, управление подчиненной начальнику вооружения РКК, артиллерийское, военноинженерное. 15 августа 1925 года создано военно-химическое управление при начальнике снабжения Красной армии. В январе 1918 был создан Совет броневых частей, а в августе 1918 – Центральное, а затем Главное броневое управление. В 1929 году было создано Центральное управление механизацией и моторизацией РКК, в 1937 году было переименовано в Автобронетанковое управление Красной армии, а в декабре 1942 было образовано управление командующего бронетанковыми механизированными войсками. Управление по боевой подготовке сухопутных вооруженных сил РКК с инспекциями родов войск, управление военных воздушных сил, управление военно-санитарное управление, военно-ветеринарное управление, органом, осуществляющим руководство партийно-политической и политико-просветительной работой в РКК является политическое управление РКК. Местное военное управление осуществляется через революционные военные советы, командование и штабы военных округов, которым подчинены все войска, находящиеся на территории данного округа, а также районные военные комиссариаты последние являются органами учета военнообязанного населения. Вся работа центральных и местных органов управления в РКК проводится в тесной связи с партийными, советскими и профессиональными организациями. Во всех частях и подразделениях РКК имеются организации ВКП и ВолкСМ. Декретом Совета Народных Комиссаров от 4 мая 1918 года территория республики была разделена на 11 военных округов. Ярославский, Московский, Орловский, Беломорский, Уральский и Приволжский ВА были образованы в мае 1918 года в период Гражданской войны. Во главе войск, расположенных на территории военных округов, стоял военный совет округа, председателем которого являлся командующий войсками данного округа. Руководство войсками, а также военными комиссариатами в военных округах осуществлялось через штаб. Политическое управление округа и управление начальников родов войск и служб. Со временем количество военных округов изменялось. Организационная структура, отряды и дружины Красной Гвардии, вооруженные отряды и дружины матросов, солдат и рабочих. В России 1917 года сторонников левых партий, социал-демократов, эсеров и анархистов, как и отряды красных партизан стали основой отрядов РККА. Первоначально основной единицей формирования РККА на добровольных началах являлся отдельный отряд, представлявший собой воинскую часть самостоятельным хозяйством. Во главе отряда находился совет в составе военного руководителя и двух военных комиссаров. При нем состояли небольшой штаб и инспекторат. С накоплением опыта и после привлечения воинспецов в ряды РККА началось формирование полноценных подразделений, частей, соединений, учреждений и заведений. Организация РККА находилась в соответствии с ее классовым характером и военными требованиями начала XX века. Общевысковые соединения и РККА были построены следующим образом. Стрелковый корпус состоял из двух четырех дивизий. Дивизия из трех стрелковых полков, артиллерийского полка и технических частей. Полк из трех батальонов артиллерийского дивизиона и технических подразделений. Кавалерийский корпус, две кавалерийские дивизии, кавалерийская дивизия, четырех шести полков, артиллерии, броневых частей, технических подразделений. Техническая оснащенность войсковых соединений РККА огневыми средствами и боевой техникой в основном была на уровне современных передовых вооруженных сил того времени. Необходимо отметить, что внедрение техники внесло в организацию РККА изменения, которые выразились в росте технических частей. Появление специальных моторизованных и механизированных частей в усилении технических ячеек в стрелковых войсках и конницы. Особенностью организации РККА являлось то, что в ней был отражен ее открыто-классовый характер. В исковых организмах РККА имелись политические органы, политические части, ведущие в тесном сотрудничестве с командованием политика воспитательную работу и обеспечивающие политический рост красноармейской массы и ее активность в боевой подготовке. На время войны действующая армия делится на фронты, фронты делятся на армии, в которой входят войсковые соединения, стрелковые и кавалерийские корпуса, стрелковые и кавалерийские дивизии, танковые, авиационные бригады и отдельные части. Законом СССР об обязательной военной службе, принятом 18 сентября 1925 года ЦИК и СНК СССР определялась организационная структура вооруженных сил, в которой входили стрелковые войска, кавалерия, артиллерия, броневые силы, инженерные войска, войска связи, воздушные и морские силы, войска объединенного государственного политического управления и конвойная стража СССР. Их численность в 1927 году составляла 586 тысяч человек личного состава. Статья 2. Разделай. Законом Союза СССР об обязательной военной службе, утвержден ЦИК Союза СССР, СНК Союза СССР, 13 августа 1930 года.